А по поводу моего высказывания в адрес Зеленского, так я от своих слов не отказываюсь. Это мое личное мнение, и я его озвучил. О, секунду. Путин звонит. Да, Владимир Владимирович. Что? Конечно, Зеленского обозвал. Целых три раза, как вы и просили. Да, вызов брошен, я так и сказал. Целых два раза, как вы и платили. Ой, и просили. Что-что? По поводу втягивания нас в войну, естественно, сказал. Что сказал? Сказал, что ничего у вас не получится. Нет, не у них, именно у вас. Им-то зачем нас туда втягивать? Так, Владимир Владимирович, не надо мне указывать, что мне и где говорить. Я вам не какой-то там мальчик у вас на побегушках. Я все-таки пожилой человек у вас на побегушках. Что значит, следующего транша не ждите? Так это что, получается, я вот это Зеленского бесплатно обзывал? Алло, алло... Вот джучара. Как теперь выкручиваться? Да, на всякий случай хотелось бы внести ясность по поводу того, что я недавно сказал про Зеленского. Во-первых, я хочу заявить, что меня неправильно поняли. Это слово, которое я сказал, было вырвано лошадь из теста. Ой, из конь текста было вырвано. Мне ж просто не дали договорить. На самом деле я хотел сказать Зеленскому, гни дальше свою линию. Ты молодец, у тебя все получается. А эти журналисты, как всегда, все перекрутили. Я вам на простом примере покажу, как это работает. У меня ж был уже похожий случай. Певец вот этот, знаете, Гарик Сукачев позвонил мне, пригласил на свой рок-концерт. Я ему ответил, с удовольствием, Гарик, приду, рок, послушаю. Журналисты убрали, с удовольствием и послушаю, и осталось, Гарик, приду, рок. Естественно, этот приду, рок потом на меня обиделся, хотя я и слова плохого про него не сказал. И вот сейчас, пожалуйста, подобная история с Зеленским. Да и как я мог обозвать своего коллегу из Украины? Ой, коллегу, он же не Олег, он Володя. К Володе из Украины. Да я бы себя уважать перестал бы после этого. А если себя еще и я перестану уважать, то мир и вообще не останется того, кто меня уважал бы. Я ж не дурак, как я часто себя успокаиваю. Я все прошитываю на пять ходов пирот. Ну, представьте себе, я сейчас назову его гнидой. А он мне в ответ скажет, кто как обзывается, тот так и называется. И получается что? Я взял и сам себя обозвал? Нет. Я знаю все эти уловки, сам имя и частенько пользуюсь. Путин, как только меня при встрече не называл. И бульбазавр, и картофраер, и пюрешка усатая, и чипса рифленая. А я ему сразу в ответ, говоришь на меня, переводишь на себя. Так он теперь в разговоры со мной в основном молчит. А я ему такой, молчишь? В Кремле торчишь? Ха, шучу я, я тоже часто в Кремле торчу. Я ж всегда говорил, что Зеленский для меня как сын. Даже на официальных стретчах я его пару раз Коленька называл. Обнимал его так по-отечески. Советы ему давал на путинские. Ой, на путственные. Один раз даже хотел ему денег дать на карманные расходы. Ну, денег, как всегда, не было. Мне ж, бате, чтоб дать сыну деньги, надо попросить их у деда. А как дед даст деньги, если внук с ним общаться не хочет? Сколько раз просил его, сядьте вы за этот стол переговоров. Не хотите сидеть, встаньте за барную стойку переговоров. Не хотите стоять, попрыгайте на батуте переговоров. Не хотите выпрыгать, прокатитесь на колесе обозрения переговоров. Пожалуйста. Не хотите кататься, полетайте на тарзанке переговоров. Да я ж ради этого даже наш парк развлечений готов переименовать в парк переговоров. В общем, буду заканчивать. А вы, журналисты, так Зеленскому и передайте, что Александр Григорьевич его не обзывал. Только ж смотрите, опять там ничего не перекрутите.